Привет, друзья! Необычное видео на моем канале. Мне всегда было интересно, почему люди покупают янтарь, почему огромное количество объявлений мы видим, расклеенных по городу, на разных сайтах. Я пригласил моего коллегу, который является экспертом по янтарю, чтобы он познакомил нас всех с этой темой. И он показал и рассказал, какие именно янтарные изделия стоят огромных денег, и вы сможете на них заработать. Самым первым этапом при работе с янтарем, это определение его подлинности. Отличие настоящего янтаря от подделок, от пластика. Вот я вам предлагаю сейчас посмотреть и познакомиться с такими бусами. Как вы думаете, какие бусы или какие изделия представляют действительно оригинальность, а какие являются пластиком? Конечно, я понимаю, что со стороны могут показаться, но попробуйте написать в комментариях, что вам кажется настоящим. Первым этапом проверки янтарных бус на подлинность является проверка с помощью воды и соли. Мой коллега Александр, знакомьтесь. Небольшое предисловие, почему плавает янтарь и не плавает пластик. Это из-за плотности камня. То есть плотность камня такова, что он плавает, он легче соленой воды. То есть он всплывает в соленой воде. Пластик тяжелее. То есть пластиковые бусы тонут, янтарь всплывает. Янтарь всплывает. А да, пластик бывает, что он плавает. Для того, чтобы проверить, мы берем две... Вот здесь у нас обычная вода, здесь у нас будет вода с солью. То есть желательно один литр воды. Пожалуйста, Саш, возьми. У нас 0,75 литра. Да, мы берем 0,75 баклажечку. Сколько нужно ложек соли? А какая соль у нас? Обычная соль? Да, самая обычная купонная соль. Обычная соль. Довольно красивая. Такой вот темный цвет. Итак, держи. Мы начинаем в обычную воду. Что? Мы видим, они утонули. Это хороший знак? Да, это знак того, что это может и янтарь быть, и пластик. Так, теперь пробуем в соленой воде. В соленой воде у нас та часть, которая без металлических изделий, она плавает. Ну, видите, как плавает. Она всплывает. Всплывает. То есть не дотрагивается дна. Смотрите, вот там, где есть металлическая штучка, замочек, эта часть дотрагивается дна, здесь же часть эта плавает. Всплывает. То есть, как минимум, они, пускай они не плавают прям сверху, но в любом случае вы поймете, что они не тонут. Давайте сразу покажу, как тонут уверенно в соленой воде еще раз вот эти бусы. Видите, здесь сразу нет сомнений, что это пластик, потому что они сразу ушли на дно. Эти же бусы, они плавают. А и не полностью. Может, в обычную воду, правильно, чтобы не оставалось? Они там и там подтонули. Да. И в дальнейшем мы покажем, какие способы проверки еще существуют. Давайте проверим дальше следующие бусы. Мы могли бы проверить вот это изделие, но это изделие у нас нет возможности проверить, из-за того, что здесь есть металл. И металл помешает нам проверить вес изделия, будет оно плавать в соли или нет. Хорошо. И что здесь есть янтарь? Вот это вот янтарь? Здесь янтарное изделие идет и это, и нижняя часть. И то, и то является плавленым янтарем. Причем нижняя часть, более уверенно можно сказать, что это плавленый янтарь. Так, переходим дальше. Чуть-то уже такие необычные. По стоимости будет чуть дальше. Да, здесь комбинируем бусы, мы это прокомментируем. Тип-прессный тонут, соленый плавают. Друзья, мы переходим ко второму этапу, чтобы можно было проверить те изделия, которые мы не окунали в воду, либо те изделия, которые вот такие довольно скомбинированные. Для этого нам понадобится ультрафиолет, свет. Это можно использовать вот такой вот фонарик, который, собственно, светит ультрафиолетом. Возможно, есть у вас машины для проверки денег какие-то, да? Что нужно для этого? Вот на пример, например, первых бус, да, которые у нас пластиковые, но они показались себе в воде как они были? Они показались в воде, в пресной они практически плавают, ну так, полуплавают, полутония, в соленой уверенно плавают. Ага. Просто светим на изделие и проверяем, есть ли оттенок тот, который нам нужен. Сразу скажу, что вот я учился определять янтарь это не янтарь под ультрафиолетом в течение года. Причем в течение года я каждый день имел дело с янтарем. Это достаточно сложно, вот. Что мы видим? Поэтому не расстраивайтесь, если вы сразу не увидите. Мы на них, собственно, светим и мы не видим матового переливания, не видим флуоресцентного... Оттенка такого, да? Да, оттенка, который нам нужен. Можем сравнить, что это значит, как это выглядит? Вот, а здесь мы видим явно вот такой матовый, даже меняет цвет вот на этих плавленых бусах. Цвет меняется, видите, они становятся непрозрачными. Видишь, Алексей? То есть вот мы светим на них, так они прозрачные более-менее, если бы у нас был свет. Как будто бы какая-то пыль, да? Да, вот так они совсем становятся непрозрачными и голубыми. Но скажу сразу, что вот такие плавленые бусы и такие плавленые бусы, они лучше намного показывают этот эффект, нежели натуральные. На натуральных, если мы возьмем, мы этот эффект увидим более, то есть более сложно будет увидеть. А вот, например, на камне, да? Да, либо на камне. На камне тоже этот эффект видится более сложно. То есть, смотрите, вот здесь и здесь. Сможете ли вы сразу понять, что... Ну, меняет как будто бы цвет немножко. Немного, да, меняет. То есть, вот видишь, у тебя уже есть небольшая экспертность, ты можешь определить это. Многие с первого раза не могут это сделать. А вот, например, те, вот как раз, которые мы не смогли погрузить в воду, да? Вот тут вот как раз проверим. Давайте пробовать. О, да, есть, есть, тут есть. То есть, какой-то, как будто бы такой налет какой-то, да? Да. И вот эти, которые вот тоже. И вот эти отлично. Вообще отлично видно. Прямо, что у нас натурально, натуральный янтарь. То есть, легче всего проверить более прозрачные бусы, либо ненатуральные плавленые. Потому что они сразу становятся непрозрачными. И прям видно разводы какие-то. А может, это не трещина, да? Нет, нет. Это, я скажу, это эффект того, что это каленый янтарь. Он это делается, он нагревается при температуре. Для того, чтобы он становился более красивым, более прозрачным. И при нагревании внутри мелкие пузырьки воздуха расплющивают их. И вот получаются такие блестки. То есть, те блестки, которые в янтаре, это небольшие пузырьки воздуха. Это также янтарь может быть. Довольно красивый. Если его рассмотреть, возможно, это плавленый янтарь. В нем есть небольшие просто такие вот прожилки. А что это за какое-то? Это рыбка, да, какая-то? Да, скорее всего, да. Ага. Отлично. Так, а вот это натуральный янтарь тоже показало у нас. Но он, получается, на нем мы не сразу так вот не замечаем. Да, явного такого флуоресцентного эффекта здесь нету. Но, по сути, если присмотреться, если взять такие же, вот мы можем взять в руку, положить вот эти бусы. И мы можем увидеть разницу, что больше отражается свет на пластике, меньше отражается свет и поглощается на янтаре. Вот, вот. То есть, но здесь эффект увидеть сложно. Вот в этом есть основная компетенция. То есть, определить, научиться определять пластик и натуральные бусы, которые еле-еле светятся под ультрафиолет. Хорошо. Что нам еще нужно из того, что здесь есть? Можем попробовать вот эти натуральные бусы. А мы их не окунали? Да, они неплохо светятся. Ну, мы по ним видим, что все-таки на некоторых кубиках, да, такой есть эффект. Причем на разных по-разному. Они довольно такие интересные, необычный формат, да. Ага, и вот еще вот эти мы не окунали. Можем их посмотреть. Это бусы сделаны из натуральных камушков, из натурального янтаря. Они достаточно старые, где-то в 80-х годах. Прямо видно, да. Прямо очень-очень-очень сильно заметно, да, что это и такое. Конечно, каждый камушек мы не будем проверять, но в общей массе прямо видно. А как вот эксперты, которые покупают, они проверяют каждый камень, смотрят? Если это дорогие бусы, то лучше проверять каждый камень. Если это недорогие бусы, такие как эти, то можно просто посветить на все в общем, и каждый камень, естественно, нет смысла проверять. Ну, мы сегодня самые дорогие бусы не брали. Главная задача была показать, как отличить просто пластик от натурального янтаря. Не брали примеры прямо супер дорогих. Но если вам эта тема интересна, мы в следующем видео вам покажем именно такие натуральные бусы, самые дорогие, которые есть, да, у нас на обзоре. Как их отличить не от дорогих, а от более дешевых? Как понять, что вас не обманывают, например, в цене, и говорят вам, что вот это дешевые, а у вас на самом деле бусы 50, а то и 100 тысяч риней. По поводу цен, если более конкретного вас интересует, или у вас есть какое-то изделие, которое вы хотите оценить, напишите, пожалуйста, мне в Telegram, и я оставлю контакты под видео. С вашим изделием Александр оценит действительно адекватно, адекватно, действительно профессионально. Возможно, вы хотите его предложить, или обменять, или продать. Оценка у нас идет прямо по видео. Если нужно, то мы попросим вас как-то помочь нам в оценке. То есть, может быть, если вы из другого региона, то мы попросим вас искупать ваши бусы или изделия в соленой пресной воде. Вот. Или какие-то другие тесты провести. Но в основном 90% оценки идет прямо по первой фотографии. Дальше фотографии, только, может, я попрошу вас более качественные фотографии, чтобы понять уже, насколько дорогое у вас изделие. Просто, чтобы вы увеличили его цену при продаже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова